По материалам сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесии в отношении руководителя муниципального учреждения Карачаевского городского округа региональным управлением Следственного комитета России возбуждены уголовные дела за злоупотребление должностными полномочиями и неправомерный оборот средств платежей. Установлено, что в 2022 году обвиняемый с целью незаконного обогащения внес в электронные заявки на кассовый расход возглавляемого им учреждения заведомо ложные сведения о приобретении хозяйственного инвентаря и горюче-смазочных материалов на общую сумму 359 900 рублей, после чего направил их в Управление казначейства по Карачаево-Черкесской республике для исполнения. После получения указанных денежных средств обвиняемый распорядился ими по своему усмотрению. В результате принятых мер следователями следственного управления совместно с сотрудниками МВД ПКЧР преступные действия должностного лица были пресечены. В настоящее время ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения, проводятся необходимые следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается. В рамках расследования уголовного дела выявлен дополнительный факт противоправной деятельности 37-летнего жителя региона. Ранее сообщалось, что обвиняемые и иные лица на окраине Черкеска организовали подпольный цех по розливу, а также хранению и реализации алкоголя без соответствующей лицензии. В ходе обследования складского помещения с сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД ПКЧР обнаружены изъяты 61 тысяча бутылок водки различных наименований, 5000 литров спирта, 44 тысячи пустых бутылок, более 35 тысяч штук колпачков, 10 рулонов с этикетками и технологическая линия розлива спиртосодержащей продукции. В рамках расследования уголовного дела также установлено, что подозреваемые и иные лица использовали чужой товарный знак с причинением ущерба правообладателю в размере более 2,5 миллионов рублей. По данному факту, следственной частью Следственного управления МВД ПКЧР возбуждено уголовное дело за незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное группой лиц по предварительному сговору. 25 августа в отдел МВД России по городу Черкесску неизвестный сообщил, что во дворе дома номер 78 по улице Космонавтов лежит металлический предмет, похожий на гранату. На место сразу же выехали следственная оперативная группа, кинологи, саперы, экстренные службы. Предмет был идентифицирован как учебная граната. К категории взрывных устройств не относятся, угрозы не представляет. Учебная граната изъята и направлена на экспертизу. 24-летний житель села Важное подозревается в том, что вместе с продуктами питания пытался скрытно передать своему знакомому, содержащемуся в СИЗО Черкеска, 46-летнему мужчину, сильно действующее средство – прегабалин. Запрещенное вещество было смешано с порошком какао. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаевой Черкесии задержали подозреваемого в момент передачи. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта. С 15 по 27 августа на территории Карачаева Черкесии проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Гастарбайтер». Цель операции – выявление и пресечение фактов организации незаконной миграции, фиктивной регистрации и постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Так, сотрудниками Управления по вопросам миграции регионального МВД задержаны трое граждан Вьетнама, незаконно находящиеся на территории нашей страны. Полицейским пришлось общаться с ним через переводчика. Приехал как турист. А почему в свое время? Не уехал, потому что денег нет. Он же трудился, зарабатывал. Отправил себя домой, а не оставил на... Он понимает то, что он совершил нарушение. Он не понимает, что он совершил нарушение. В адрес него будет составлен административный протокол, который будет рассматриваться в суде города Черкесии. В отношении иностранцев составлены протоколы в соответствии со статьей 18.8 Кодекса об административных правонарушениях России, то есть нарушения иностранным гражданинам режима проживания в Российской Федерации. Суд города Черкеска принял решение о принудительном выдворении вьетнамцев на родину. До этого они помещены в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Карачаево-Черкесии. Всего за время операции сотрудниками полиции пресечено 131 правонарушение, большинство из которых связано с незаконным пребыванием иностранцев в Российской Федерации. Следственным отделом по Карачаевску Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка. Следствием установлено, что в апреле 2023 года 16-летний подросток выследил пострадавшую по пути из школы и в момент, когда она зашла в подъезд, насильно затащил ее в свою квартиру, где совершил ее убийство. После совершения убийства обвиняемый натругался над телом умершей. Помимо этого, в ходе следствия добыты неопровержимые доказательства совершения обвиняемым двух эпизодов покушений на убийство и изнасилования малолетних девочек. Собранная в ходе следствия доказательственная база признана достаточной для утверждения принесенного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу. 7 августа сотрудники полиции получили информацию о том, что накануне в Адыгехабльском районе водители, участники свадебного кортеджа грубо нарушали правила дорожного движения, не уступая дорогу транспортному средству спасателям ЧС России, которая двигалась на место происшествия с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами. В результате просмотра видеоматериала, снятого работниками спасательного отряда, сотрудниками полиции выявлены нарушители и привлечены к административной ответственности. В рамках служебной проверки в дисциплинарном порядке наказаны инспекторы ДПС, находившиеся на маршруте патрулирования на данном участке дороги. Отделом МВД России по Черкесску за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и наркотических средств, разыскивается Борис Арсенович Салпагаров, 1986 года рождения, житель Черкеска. Мужчина ранее также был судим за совершение таких преступлений, как изнасилование и доведение до самоубийства. Всем, кто располагает данными о возможном местонахождении разыскиваемого Бориса Арсеновича Салпагарова или иной информацией, способной помочь в розыске преступника, просьба сообщить по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Это все на сегодня. Спасибо за внимание и до встречи.